В пятый раз в нашем городе проходит фортепианный марафон, играют дети на стейн-вэй. Но при этом впервые традиционный фестиваль звучит со сцены концертного зала Магнитогорской консерватории. Рояль премиум-класса уже год как переехал в большой зал музыкальной мекки-магнитки. И в эти весенние мартовские дни именно дети пробуждают волшебную магию звуков. Исполняя вальсы, ноктюрны, этюды и романсы. Прониклась весенним настроением и наш корреспондент Елена Ткач. Когда в концертном белом зале японец Моцарта играл, раскаты сильного рояля, как солнце, освещали зал. Когда в большом концертном зале в Магнитогорской консерватории звучит мощное и глубокое звучание рояля стейн-вэй, строки поэтессы Маргариты Алигера автоматически звучат речитативом. 56 номеров, 70 исполнителей в возрасте от 8 до 18. В этом году фортепианный марафон «Играют дети на стейн-вэй» продлился почти три часа. Статус фестиваля, его значимость, она связана, конечно, прежде всего с роялем марки «Стен-вэйн-зонс» и с тем, что сюда выходят лучшие дети. То есть трехчасовой марафон выдержать как конкурсную процедуру, ну это, знаете, уже сравнимо с конкурсом Мечейковского в Москве, мы, конечно, на это не идем. Важно, что юные исполнители выходят на сцену, и здесь они уже проходят большую школу, школу настоящего артиста. Впервые фестиваль, организованный уркомитетом музыкальной школы номер 3, проходит в стенах Магнитогорской консерватории, и это тоже невероятный опыт выходить на настоящую сцену, которая многим музыкантам города подарила профессиональное самоощущение. Это также такой марафон ярмарка педагогического таланта и мастерства, потому что в зале обязательно объявляется не только ребенок, но и его преподаватель, и образовательное учреждение, которое его выпустило. Когда выходит ученик, ну, всякое бывает, то есть где-то волнение, где-то не справился, где-то что-то, может быть, забыл, ну, и ты же не поможешь, ты же в зале. И вот ты только стараешься как-то эмоционально, как-то, может, флюиды постелать, я не знаю, даже, ну, это никак не объяснить, не потрогать, не пощупать, это что-то из сферы энергетики, наверное. Ученик-преподаватель Виктория Авдеевой уже в пятый раз принимает участие в фортепьянном марафоне «Играют дети на стенвее». И, казалось бы, опытному конкурсанту Георгию Манзину волноваться не стоит точно. Но магия любого инструмента, не только стенвее, пожалуй, в том, что ни одно твое выступление не похоже на предыдущее. «Очень интересно наблюдать, как с каждым годом, по мере моих занятий, я к инструменту отношусь по-другому, меняются ощущения от игры, при том, что инструмент один. Он дарит мне невероятные ощущения тактильные, звуковые, очень приятно, когда на нем все получается, и такое удовлетворение, когда не приходится сражаться с инструментом». Существует такое понятие, как «артист ТНВ». И стать им это, как получить Оскара для киноактера или Нобелевскую премию для ученого. И тогда такой фестиваль для юных музыкантов, пожалуй, великая фора в движении в большую концертную деятельность. Елена Ткач, Александр Маргунов, телекомпания ТВИН.